Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости вторника. Ну что, как говорится, что у нас плохого? Московская биржа с точки зрения торговли акциями по-прежнему все еще закрыта и не дает никакой конкретики. Но сегодня появилась новость о том, что Мосбиржа устанавливает запрет коротких продаж акций ряда российских компаний с 22 марта. Этот запрет затрагивает российские голубые фишки 30 компаний, включая Сбер, Роснефт, Лукойл, Детский мир, Аэрофлот и многие другие. То есть это самые ликвидные бумаги на российском рынке. И, как считают многие аналитики, скорее всего это намек на то, что Московская биржа все-таки готовится к тому, чтобы наконец разрешить торговлю акциями. Но, конечно, есть очень много вопросов относительно того, к чему это все приведет. Потому что вот накануне у нас стартовала торговля облигациями федерального займа. И эта ситуация обнажила очень неприятную ситуацию с брокером Универа Капитал. Там пока больше вопросов, чем ответов. Там есть две точки зрения, кто в этом виноват. То ли сам брокер, то ли НКЦ. Я думаю, что нам нужно дождаться каких-то официальных комментариев от регулятора. У нас в нашем телеграм-канале IF News каждый вечер выходит подкаст. Он называется Brief. И вот в сегодняшнем выпуске подкаста как раз наш глава аналитического отдела Николай Додонов, человек с огромным опытом, давал свой комментарий и объяснял, что произошло с Универ Капиталом, почему это важно, какие могут быть последствия. Очень рекомендую послушать всем, кто в целом интересуется будущим рынком брокерских услуг. Оставлю ссылочку на запись подкаста в телеграм-канале IF News. Приходите, слушайте, ну и заодно подписывайтесь, потому что наши ребята, Женя, Сережа и гости каждый день рассказывают о самых важных событиях. Давайте немножко о веселом, о том и все о грустном. В России подорожала бумага и по интернету разошлись мемчики о том, что настоящая ценная бумага сейчас это именно самая обычная офисная бумага, потому что цены взлетели действительно фантастически. Пачка на 500 листов А4 раньше стоила 200-250 рублей, а сейчас цена поднимается выше 2000 в некоторых местах. И шутят, что один лист бумаги уже стоит практически столько же, сколько одна акция «Газпрома». Вот он, настоящий рынок ценных бумаг. Это, конечно, абсолютно очаровательная ситуация. Собственно, в чем вопрос, в чем проблема? Проблема в том, что при отбеливании бумаги используется химикат, он называется хлорат натрия. Его закупали за границей. После введения санкций поставки, соответственно, прекратились. Был остановлен завод в Ленобласти, и в итоге цены взлетели. Причем они взлетели именно со стороны продавцов, которые торгуют еще старыми поставками. Но производители уверяют, что ситуация скоро наладится, потому что производители бумаги уже научились производить бумагу без вот этого химиката, без этого отбеливателя. И уверяют, что бумага станет даже немножко дешевле, чем было до взлета цен, но, возможно, немножко темнее. Но очень интересно, что экономия действительно сейчас повсюду. Там и офисы, и врачей просят меньше писать. И говорят, что даже некоторые проверочные работы в школах переводятся именно из-за дефицита бумаги. Вот я чувствую, что мне тоже пора расчехлять свой старый iPad и переходить на него. Так, говорите, что экологию сбережу. Рубль стал самой волатильной валютой в мире, и многие ищут способ зарабатывать в долларах. Но не нужно жить за границей, чтобы получать зарплату в валюте. Живя в России, можно изучить инструменты зеро-кодинга и начать работать на международных биржах прямо из дома. Ну а если вы переехали в другую страну, стабильная зарплата в валюте позволит вам чувствовать себя уверенно на новом месте. Зеро-кодинг – это новый тренд в IT. По данным Международного аналитического агентства «Гартнер», половина всех IT-решений до 2025 года будет реализована именно с помощью зеро-кодинга. Специалисты самостоятельно создают сайты, веб и мобильные приложения, над которыми раньше трудилась целая команда разработчиков с большим бюджетом. Этот подход не требует знаний в области программирования и подойдет тем, кто ищет подработку, либо же хочет свою работу сменить. Начинающие могут рассчитывать на зарплату от 30 долларов в час. Не обязательно хорошо знать английский. Для работы можно использовать онлайн-переводчики и успешно выполнять проекты среднего размера. Университет зерокодинга проводит бесплатный вебинар для всех, кто хочет выйти на зарубежный рынок IT. Эксперты поделятся личным опытом и расскажут об основах своей профессии, о необходимых инструментах и основных ошибках фрилансеров, которые решили работать с иностранными заказчиками в условиях санкций. На вебинаре расскажут, как работать с фриланс-биржами в текущей ситуации, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России. Это все актуально в новой реальности. Друзья, регистрируйтесь на бесплатный вебинар и осваивайте перспективную и прибыльную профессию. Если вы можете написать комментарий к этому видео, вы сможете изучить зерокодинг и зарабатывать до 5000 долларов в месяц на фрилансе. Ссылка в описании к этому ролику. Давайте попробуем еще поискать хороших новостей. Собственно, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. И в частности, этим законом отменяется НДФЛ на процентный доход, полученный по вкладам. Причем в 2021-2022 годах. Новость на самом деле довольно позитивная. И, как говорят в Госдуме, это призвано позволить сохранить сбережения граждан и поддержать ликвидность в банковской системе. Но, если перевести на человеческий язык, нас стараются простимулировать, держать как можно больше денег на банковских вкладах. И вот таким образом поддерживают это действие отменой НДФЛ. Кроме того, в этом новом документе предлагают зафиксировать кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество на уровне 1 января 2022 года. Также по земельному налогу аналогичная мера предусматривается. С 3 млн. до 10 млн. повышается минимальная стоимость автомобиля, которые будут попадать под налог на роскошь. Также предусматриваются налоговые льготы для гостиничного бизнеса IT-компаний. На 5 лет будет снижена до 0 ставка НДС для гостиниц. Для IT-компаний до 2024 года вводится нулевая ставка налога на прибыль. Ну, в общем, заживем. Идем дальше. Сегодня как-то много таких относительно позитивных новостей. И вот тут вице-премьер Александр Новак предложил ввести налог на майнинг криптовалют и, по сути, его таким образом легализовать. Новость, кстати, вчерашняя. Что-то я ее пропустила. Новак отметил, что регулированием майнинга занимаются Минфин и ЦБ, но нужны соответствующие законы. Он отмечает, что свободные энергетические мощности в стране есть, чтобы подключаться, работать и платить налоги. Но это, на самом деле, очень интересно, потому что ЦБ, вот даже несмотря на последние события, насколько я понимаю, по-прежнему выступает за полный запрет майнинга, выпуска, оборота криптовалют. И утверждает, что это угрожает в целом благосостоянию граждан, финансовой стабильности. Ну и, кстати, российский регулятор в этом не одинок, потому что в том же Евросоюзе тоже говорят о том, что крипта это как бы риски и риски. Но при этом Минфин считает, что полный запрет это плохое решение, потому что тысячи граждан, миллионы людей уже инвестировали в криптоактивы и продолжают это делать. Кажется, в последнее время все более интенсивно. И Минфин предлагает зарегулировать всего лишь крипторынок. Ну и Новак, кажется, склоняется именно к позиции Минфина. Ну, в принципе, наверное, это действительно позиция в каком-то смысле оправданная в новых реалиях. Я напомню, что у нас было интервью с Елизаветой Даниловой из Банка России. Она приводила там аргументы регуляторов, вполне на самом деле здравые. И, кстати, это интервью примечательно тем, что в комментах Банк России отвечал на комментарии. Отвечал причем с юмором. И это на самом деле вызвало большое мое уважение, честно скажу. Вот, кроме того, у нас было интервью с представителями криптоиндустрии, где они объясняют, почему полный запрет, ну, фактически ее уничтожат и сотрет с лица земли, хотя там есть большие перспективы для экономики. Можете посмотреть вот этот фильм по индустрии тоже. Я думаю, что многим будет интересно. Ну, и также напомню, что у нас на платформе ИВПлюс уже 24 марта пройдет мастер-класс по использованию криптовалюты. Пока это еще легально. Его проведет эксперт Сергей Жуков. И как раз-таки будем разбирать все практические нюансы, по поводу которых в последнее время вопросов очень много. Как в целом сделать первый шаг для покупки криптовалют, какую криптовалюту выбрать, где ее хранить, чтобы было безопасно. Как использовать криптоинструменты для того, чтобы помочь себе релацироваться в другой регион. Потому что по этому поводу тоже много вопросов. В общем, все разберем. Приходите и присоединяйтесь к нашей платформе ИВПлюс. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну, и пару слов про ситуацию на глобальных рынках. А то как-то совсем мы их забросили. В последние дни мы видим позитивную динамику по американским акциям вопреки, а может быть и благодаря повышению ставки ФРС. Потому что оно было довольно-таки, в принципе, скромным и уже отчасти отыгранным в цене. Потому что ФЕД уже многие месяцы инвесторов мариновал своими намеками на ужесточение политики. Все уже привыкли, кажется. Но вот в Морган Стэнли говорят, что текущий позитив на рынке не должен нас расслаблять. И рекомендуют инвесторам занять оборонительную позицию. «Медвежье рыночное ралли – самое опасное», – заявляет главный стратег Морган Стэнли по американскому рынку Майкл Уилсон. Он считает, что рынок еще может, конечно, немножко подрасти. Но, тем не менее, это по-прежнему медвежий рынок. И Морган Стэнли повышает свои оценки по коммунальному сектору, дает оценку выше среднерыночного. И также еще добавил компанию Centerpoint Energy, энергетическую и газовую компанию, в список рекомендованных к покупке. В Морган Стэнли говорят, что недавний рост – это скорее технический скачок, чем восстановление. И следующее этап снижения на рынке может завершиться к середине-концу апреля. Вот такая вот позиция Морган Стэнли. Но это не значит, что нам нужно как-то резко реагировать, потому что в целом прогноз-то достаточно каткосрочный. Но, тем не менее, для тех, кто, может быть, задумывается сейчас о возможных точках выхода из бумаг, возможно, эта информация даст пищу к размышлению. Ну и напоследок, друзья, у меня еще вопрос к тем, кто был в ВТБ, открытии. Напишите в комментариях, как у вас дела с переводом активов, потому что мне до сих пор не пришло письмо. Я клиент ВТБ, у меня там был один из счетов для инвест-шоу. Жду весточки, но весточка пока не приходит. Позвонила сегодня в службу поддержки ВТБ, я довольно быстро дозвонилась. Молодой человек мне сказал, что до 30 марта должно прийти сообщение, но якобы не нужно бояться, что активы заморозят, потому что там все процессы необходимые уже запущены. Но при этом у меня пока проблемы с приложением, как я его там не переустанавливала, но оно не работает. Хотя в личный кабинет в веб-версии я могу зайти. Еще молодой человек мне обещал прислать какой-то код, чтобы в КВИК попасть, но что-то не пришло. Почему-то просто рассказываю о своей ситуации, я так и не знаю, куда меня отправят. То ли в Альфу, то ли в Россельхоз, то ли в ОБ2. Непонятно. Расскажите, какой у вас опыт. Я еще раз напоминаю для всем, кто переводится, что после перевода категорически не рекомендуется сразу продавать акции, потому что были прецеденты, когда в Тинькофф и Финам люди пытались продать свои акции, но у них автоматически открывалась маржинальная позиция, потому что их акции еще не учитываются. Они легли на специальный счет, они там пока заморожены. И в итоге там людей по маржин-колу выбрасывало, что, конечно, категорически неприятно. Будьте осторожны, пожалуйста. Да и вообще сейчас с рынком нужно быть очень осторожным, потому что инфраструктура, конечно, максимально нестабильна. И как долго оно такое останется, и какие еще ситуации мы увидим, здесь можно только предполагать. Поэтому я вас призываю быть максимально осторожными. Ну и на всякий случай стоит зайти в кабинет к своему брокеру и убрать галочку о том, что вы разрешаете ему пользоваться своими деньгами, если вдруг она у вас стоит. Я, в принципе, всегда про это говорила, но просто в очередной раз хочу напомнить. Хотя, наверное, какие-то процессы уже пошли, и тут уже как бы не заскочишь. Ну, не знаю, посмотрим. Я очень надеюсь, что все-таки как бы удастся стабилизировать ситуацию. Я очень надеюсь, что биржа была закрыта не просто так, и какие-то большие инфраструктурные проблемы у брокеров удалось все-таки разрешить. Но боюсь, что нас могут ждать еще неприятные сюрпризы, к сожалению. Так, ну вроде все рассказала. Еще напоминаю, что мы готовимся к блокировке Ютуба. У InvestFuture есть группа ВКонтакте, она так и называется InvestFuture. Мы дублируем все видео там. Так что подписывайтесь, чтобы нас не потерять и иметь возможность смотреть наш контент. Так же, как и раньше, но, возможно, на другой платформе, когда будут введены ограничения, потому что в том, что они будут введены, не сомневается уже практически никто. Ну и, собственно, Телеграм. Вот послушайте подкаст у нас в IF News. Ссылочка есть в описании. Ну и все остальное тоже есть в описании. Ссылка на IF Plus с грядущим вебинаром по криптовалюте тоже. Все там, все там, все внизу. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч. Всем пока.